Прокомментируйте, пожалуйста, сегодня во время исследования 45-го тома судья огласил некий официальный документ, содержание которого лично у меня, например, вызывает основание, дает основание в том, что обвинение в отношении Макса Бакаева и Талгата Янова в том, что о незаконности проведения митинга, в том числе основанное на отказе Акимата города от РАУ, не был, ну, не совсем обоснованным. Да, действительно, сегодня при оглашении судом от всех документов Акимата, которые свидетельствовали о как подаче заявок на проведение митинга, так и регламентирующих документов, было выяснено, что первое, на момент подачи заявки и на момент проведения митинга 24 апреля старое решение Маклехата, вот 13-го года, оно не имело законной силы, а новое решение Маклехата. То есть, в чем запрещалось это решение? О том, что регулирование мест, да, насколько я считаю? Да, в том, что решение Маклехата регулирование дополнительных мест для проведения митинга. Значит, имелось решение от 2013-го года, которое по состоянию на дату проведения митинга за 4 апреля не тратило свою силу. Даже не на подачу проведения, даже на момент подачи заявки. Даже на момент подачи, да. А второе решение Маклехата об определении дополнительных мест для проведения митинга от 2016-го года, оно еще не вступило в законную силу, поскольку было опубликовано в газете АДРАУ 27 апреля 2016-го года. Маклехата покупает через 10 дней. Вот его первое опубликование. Можно ли это расследование как основанием того, что отказ Акимата города Алматы в проведении, разрешение проведения митинга был не совсем юридически обоснован, да? Ну, мы, да, на этот счет у нас имеется ходатайство, которое до сих пор мы не заявили, поскольку следует о ходатайстве, мы не имеем возможности за эти ходатайства. Сегодня после обеда, я думаю, если нам дадут, мы все... И тем не менее, здесь очевидно, да, что на тот момент существует большая правовая коллизия была, да? Я полагаю, что да. На наш момент, ой, судя по документам, и мы так полагаем, и на мой взгляд, это так. Спасибо.